Алло. Здравствуйте. Я вас приветствую. Алло. Олег Григорьевич? Конечно. Кто это? Меня зовут Руслан Юрьевич, это Восточный Экспресс-банк, департамент взыскания. Очень хорошо. Олег Григорьевич, у вас имеется задолженность в нашем банке 35 дней. А почему вы оплату не производите? Что случилось? Скажите, пожалуйста, фамилия у вас есть? Да. Мясников. Услан Юрьевич. Очень приятный, Услан Юрьевич. Что вы спросили сейчас еще раз про оплату? У вас имеется задолженность в нашем банке 35 дней. Почему оплату не производите? О, а надо я что-то это самое. Нет у меня задолженности. Что имеется? У вас имеется очередные ежемесячные износы, вы их должны производить по графику. Я член какого-то клуба, что ли? Или общества? Какие еще взносы? Ежемесячные износы по кредитному договору. Оплата. Кредитный договор подразумевает наличие кредитного счета, которого у меня нет. Максимум, что у меня в вашем банке есть, это дебетовый счет. Расчетный счет, открытый на мое имя, мной, лично. О какой кредитной задолженности вы утверждаете, если у меня нет даже кредитного счета? Ну, вы, коллега Григорьевич, верно? Абсолютно в дырдочку. У вас имеется кредитная карта кэшбэка в нашем банке, вы подписывали кредитный договор в 2017 году. На основании кредитного договора банк обязался мне открыть кредитный счет, а открыл обычный расчетный счет, чем, в общем-то, нарушил в первую очередь условия договора, в первую очередь. Поэтому еще раз повторяю, у меня есть расчетный счет, кредитного счета у меня нет. Я даже ходил в налоговую, сделал запрос, действительно, мне дали выписку, что, да не угукайте вы, зачем вы угукайте? У меня есть только расчетный счет, это мой личный дебетовый счет. Я пользовался деньгами, находясь... Вы расчет, заканчивающийся на 35-70, правильно я вас понимаю? У меня один единственный счет расчетный. Кредитного счета у меня нет. Сколько бы у меня не было счетов, но ни одного кредитного счета, судного счета в вашем банке у меня нет. Тем самым кредитный договор ничтожен, потому что в кредитном договоре четко написано, что банк обязуется мне открыть кредитную линию, кредитный счет. Он этого не сделал. По ошибке, либо умышленно он открыл мне расчетный счет. Тем самым сам сформировал понимание отношения к этому договору как к ничтожному. И я, естественно, стал пользоваться своим расчетным счетом, пользоваться собственными деньгами. И что там, какие взносы? Про какие-то взносы? Там какой-то у вас клуб, подписка какая-то по интересам. А каких взносах? Давайте вернемся лучше. Мне интересно, я люблю что-то новое. Что там взносы? Сколько, куда, чего там? Комсомольские, может быть, какие-нибудь? У вас имеются очередные ежемесячные взносы. За, да. Взносы по кредитному договору не могут быть как таковые. Понимаете? Взносы, это взносы. Вот член клуба, член общественной какой-то организации взносы. Участник вносит взносы, тем самым является полноценным участником. Ну, такой вот филологический каламбур, извините. Смотрите, кредитов я в вашем банке не брал, не оформлял документально никаких кредитных счетов. Точнее, я хотел это сделать, но банк проигнорировал условия собственного договора, собственного шаблона. Не открыл мне кредитный счет, но открыл расчетный счет. Ну, а там я уж пользуюсь расчетным счетом так, как... Причем интересная вещь. Мне на расчетный счет кто-то по ошибке, наверное, но я не знаю, я человек-то такой простой. Но мне по ошибке кто-то бабок туда зачислил, представляете? Я пытался, а в газету даже написал объявление, что кто-то по ошибке, я готов вернуть эти деньги. Выждал месяц, как положено в законе, сказано, что никто. Ну, и стал своими собственными деньгами. Деньги-то на моем собственном расчетном счете находятся. Был бы кредитный счет, понятно, я бы понял, что это банк выполнил условия договора со своей стороны. И я бы тоже так же делал. А банк сразу обещал, обещал кредитный счет не открыть. Не открыл, расчетный счет открыл. Ну, а мне, в принципе, и нужен был расчетный счет. Думаю, ну и ладно, может быть, что там они перепутали. Ну, расчетный счет мне тоже... И тут еще такая оказия, кто-то по ошибке мне швырнул туда бабок. Ну, бывает, повезло. Хорошо, я вас понял. Банк выставил требование оплатить сумму 10 600 рублей... Какую еще сумму? ...за завтрашнего дня. Какую сумму? Оплата посылки... За что? Какую сумму, за что? За кредит банк выдал вам денежные средства, теперь вы должны их возвращать в банк. У вас есть доказательства этому? Да, конечно, кредитный договор, который вы подписали. Я подписал так, банк не выполнил условия кредитного договора, он мне не открыл этот договор ничтожный. Банк выполнил все условия абсолютно описаны. Одно из самых первых условий в кредитном договоре написано, банк открывает кредитный счет. Банк этого не сделал. Я еще раз говорю, по ошибке, либо специально, но он открыл расчетный счет, что не является никаким... Вы не обращались все это время в банк, вы хотели кредитный счет, а он дали расчетный счет, то вы не обращались в банк в этот фонд? А зачем? Нет, я и расчетный счет хотел. А зачем мне? А зачем мне? Вы пытаетесь ввести банк в заблуждение. Так попробуйте это докажите, а сейчас вы вымогаете у меня деньги. Банк предоставил вам денежные средства. Ничего банк мне не предоставлял банк. Докажите это, каким образом вы докажете, что банк предоставил мне денежные средства? У нас есть... Хорошо, но вы должны понимать, что если вы задолженность закрывать не будете... Какую задолженность я вам вопрос задаю? Это дело уже будет передаваться в суд. Какая... И предвидительно взыскивается через суд. С чем вы пойдете в суд? С кредитным договором, в котором вы в первую очередь... С кредитным договором, конечно. И я спрошу судью. Судья, ваша честь, тут написано, что банк обязуется открыть мне кредитный счет. Вот, пожалуйста, вот выписка с налоговой инспекции, где четко конкретно написано. Ни одного кредитного счета вообще на меня нет. То есть банк, выдавая кредит физическому лицу, должен платить налоги с полученной прибылью. Или тем самым давать отчет в налоговую о наличии источника прибыли. Данный конкретный случай не зафиксирован в налоговой. То есть банк не открывал кредитного счета в отношении меня, не планировал извлечения какой-либо прибыли за счет полученных процентов. Но банк открыл расчетный счет. Это не есть получение прибыли, естественно, не нужно его регистрировать в налоговой и все. Соответственно, и я точно так же на расчетный счет я могу положить, либо кто-то мне может положить деньги. Это будут мои собственные средства. Вы сейчас утверждаете, что я что-то должен. Вы практически вымогаете у меня деньги, утверждая, что я взял какой-то там кредит. И не способны вы, в свою очередь, доказать это. Как и не способны. В суде все будет это доказано. Ну вы в суд с договором. Вы первый такой клиент. И уже в суде эти разбирательства проходят. Вы по рангу своему, по своему статусу, по своей должностной линии не можете видеть на самом деле всю яркую прозрачность картинки. Вам показывают только то, что вам нужно видеть. А на самом деле, сейчас, не угукайте, я вас уже попросил. Это очень смешно, как минимум, выглядит. И подтверждает вашу никчемность и некомпетентность. Еще раз, вы ни одного аргумента против не отвесили. Почему банк утверждает, что он пойдет в суд с договором, который сам же, в первую очередь, в первых пунктах и нарушил? Хорошо, вы так считаете, конечно. И? Что вы мне это... Это ваше мнение, но суд будет доказываться обратно. Будет доказываться. Суд это состязательный процент. Вы нарушаете на данный момент кредитный договор. Кредитный договор не нарушают. Вы согласились с этим. Кредитный договор не нарушают. Вы говорите о том, что вам предоставили расчетный счет вместо кредитного. На основании 452 статьи... Вы пытаетесь этим аргументировать весь разговор. 452 статья ГК РФ четко обозначает, что любой договор в любом периоде времени может быть расторгнут. Если он не соответствует действующему законодательству или в договоре найдены пункты, в большей либо меньшей степени не соответствующие действующему законодательству. В данном конкретном случае, если есть договор, это не значит, что его нужно соблюдать. Такого термина, как нарушать договор. Нет. Есть термин нарушать пункты, условия договора. Поэтому с точки зрения русского языка вам двойка. Параша. Помните раньше... А, вы молодой, совсем не знаете этих терминов. Так вот. Еще раз повторю. По-моему, в 20-й раз за 9 минут нашего с вами разговора. Банк в договоре сам написал, что обязуется открыть некредитный договор. И этого не сделал. Кредитный договор. Вы сказали, что вы можете расторгнуть договор на всем периоде. В любом периоде времени. Потому что я четко даю себе отчет, что такие вещи можно сделать только в суде. Апеллируя к статьям Гражданского кодекса, к федеральным законам, к конституции. Только в суде можно расторгнуть договор. Что банк это может сделать, что вторая сторона это может сделать. Только лишь в суде. И когда вы говорите о нарушении той либо иной статьи, вы торопитесь. Только судья может зафиксировать. Только суд может зафиксировать факт нарушения закона. А вы можете предположить, это ваше мнение, что что-то нарушается. И с этим мнением вы можете прийти в суд, предоставив доказательный факт. Пакет документов. В вашем случае вы предоставите договор, в котором в первых строках написано, что банк обязуется открыть кредитный счет. А я в свою очередь напишу возражение. Попрошу судью, чтобы затребовали подтверждающие документы. Это раз. Во-вторых, попрошу опять же судью, чтобы он затребовал у вас подтверждение факта внесения денег на мой счет. Банк никаким образом не подтвердит, что он своих собственных резервов пополнил мой расчетный счет. А если вдруг по какой-то волшебной причине он это сделает, то это не будет касаться никаких моих обязательств. Это просто пополнение моего расчетного счета. И максимум, на что может банк претендовать, это на заявление того, что он сделает это по ошибке и потребует вернуть круглую сумму, которую ему внесли. Хотя бы так на основании необоснованного моего обогащения. Никаких процентов по кредиту так называемого банк не сможет предъявить. Вот и все. Хорошо, я вас понял. Вам остается извиниться за беспокойство. Не надо. Должностное нарушение не нужно сейчас мне демонстрировать. Я ни от чего не отказывался. Как вы можете фиксировать отказ от какой-то там оплаты, если вы даже мне не доказали, что я должен кому-то что-то оплачивать, кроме каких-то членских взносов? Я вас попросил, расскажите... Вы мне для оплаты оплатить сумму 10 тысяч рублей? Нет, нет. Выставляется требование. Любое требование несет в себе смысл официального, заключительного, железобетонного аргумента, который может быть только на бумажке. Как говорил профессор Преображенский в великой повести «Собачье сердце» – броня должна у вас быть. Понимаете? То, что вы голосом там сказали, даже при условии, что вы сотрудник банка, вы только лишь подозревать можете, что я соглашусь на ваши вот эти вот, мягко скажем, уговоры. Ничего подобного в данном конкретном случае в нашем разговоре не произошло, и вы не имеете права совершать служебный подлог, фиксируя какой-то там выдуманный вами отказ от чего-то. Поэтому все, что вам нужно… От требований банка вы отказываетесь. От чего я отказываюсь? От требований банка. Какие требования? Где они? От требований 600 рублей до конца завершения. Это, как минимум, попахивает вымогательством, а уж точно никакими нетребованиями. Да, потому что требования должны быть подтверждены документами, которых у вас нет. Вы уже это говорили. Вы не имеете права фиксировать отказа никакого. Вы должны всего лишь навсего извиниться за беспокойство. У меня нет никакой задолженности. Мне никто ничего не предоставлял. Не надо включать щепления. Но ранее вы почему-то закрывали задолженность. Вы, видимо, пытались найти какую-то лазейку, чтобы не закрывать кредит. Я пользовался собственным расчетным счетом. Я снимал с него деньги и клал туда их обратно. Сделайте что-нибудь со своей гарнитурой дешевой. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Кузнецов Дмитрий, и я руководитель компании «Алям». Компания «Алям» на сегодняшний день является ведущим юридическим оператором на территории России. Сфера деятельности нашей компании – это обеспечение безопасности, банкротство физических лиц и совершение действий, когда вашему кредитору становится выгодно отказаться от претензий. До обращения в нашу компанию всех наших клиентов объединяло одно. Все они думали, что выхода нет. По каким причинам люди попадают в долговую яму? Взял кредит для себя или друга? Потерял работу? Возможно, даже заболел? И после первой просрочки чаще всего люди попадают в долговую яму, из которой не выбраться. Как люди пытаются самостоятельно выйти из сложившейся ситуации? Берут кредит или микрозайм для того, чтобы погасить очередной платеж. Берут в долг у родственников. Пытаются продать имущество. Отрывают деньги от семьи. Все это только усугубляет ситуацию и наращивает снежный ком. И к чему же приводят все эти попытки? Первое. Денег вечно не хватает. Второе. Семья голодает. Боитесь остаться без крыши над головой. Вам угрожают. И вы, как следствие, поссорились со всеми друзьями, с близкими, с родственниками. И на работе вечные проблемы. И как результат страдает ваше здоровье. Решение ситуации очень простое. Вы должны сказать себе, я платить больше не могу. Цивилизованным языком это называется банкротство. Как же остановить весь этот финансовый ужас? Есть два пути. Первый путь – это банкротство физических лиц. И второе – это финансовая защита. Это абсолютно легальные в рамках российского законодательства схемы. Схемы, которые позволяют вам навсегда избавиться от проблем с кредитами. Банкротство. Данную процедуру можно разделить на три части. Первое – подготовительный этап. Второе – судебный этап. И третье – вынесение решения о том, что вы банкрот и платить больше не можете. А теперь более подробно о этапах банкротства физических лиц. Подготовительный этап включает в себя сбор всех необходимых документов. А их немало. Подготовка заявления в суд о признании вас банкротом. Уведомление всех ваших кредиторов о том, что вы платить больше не сможете и подаете на банкротство. Второй этап. Судья выносит определение о начале процедуры банкротства. Назначается финансовый управляющий. Определяется ваш имущественный статус и проводится собрание кредиторов. Третий этап. Вынесение решения суда о признании вас банкротом. Снятие всех кредитных обязательств. Второй способ. Финансовая защита с помощью юристов компании «Аля». Ее основная задача – перевести клиента из диалога «Клиент-банк» в диалог «Клиент-пристав-банк». При первой схеме решение в сторону клиента маловероятно. Во второй схеме, как самый худший вариант, клиент может погашать свою задолженность фиксированными платежами, удобными ему. В том числе, как самый распространенный вариант, доказать, что вы вообще платить не можете. И как результат – закрытие исполнительного производства. Вы чистый человек. Я имею в виду чистый от долгов и от обязательств. Это было краткое определение процедуры банкротства и процедуры финансовой защиты от юристов компании «Аля». Какое решение подходит именно вам, решать можете сами. Для того, чтобы утвердиться в своем решении, вы можете записаться на бесплатную консультацию. Форма для записи есть у нас на сайте, а также в группе ВКонтакте. И наши специалисты обязательно с вами свяжутся. И вы определитесь, что действительно вам нужно, чтобы стать свободным от обязательств. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. На сайте есть телефон 8800. Он бесплатный по всей территории России. Также хочется заметить, что мы работаем со всеми регионами России. Компания «Аля» – это ведущий юридический оператор на территории нашей страны.